Очень хочется спеть песни о Севастополе, потому что, конечно, сейчас наша жизнь изменилась. У меня очень много песен о Севастополе. У меня очень много связано. Я туда еще молодым, совсем лейтенантом, приезжал, ходил в боевые походы с кораблями, там, в Средиземное море. И потом, я делал фильм о Севастополе для центрального телевидения, назывался «Трижды рожденный, может быть, кто-то случайно видит». Я туда неоднократно ездил с женой, я там влюблялся без жены. Но песни о Севастополе, они у меня, к сожалению, такие, не то что ноющие, но о том, что уже в Севастополь ушел, это Россия, сейчас он гордился. Таких еще много песен я не писал, поэтому что мне остается спеть песню об одной из их, ну, влюбленных, скажем, в Севастополе, где в племена, называется «Русалка». Белый парус в черном море над зеленой водой, то ли счастье, то ли горе, мне с такою молодой. Черноморская русалка, как же губы саланы, с нею шатком нее, на волне и пепел полный. Красота полетра, у нее высокий рост, у нее красивый тверд, но немного длинный хвост, у нее глаза как пол, и как солнце чешуя, то ли счастье, то ли горе, что она почтивая. Почта льется, словно тупо, парус взорвется, как крыло, в легендарной Севастополе нашу яхту занесло. Пристань городскою свалили, стерку милою снесли, брит Меркурий утопили и другие корабли. А потом были лечения по большую, большую морской, и при гордыках мужчины вслед глядели их с тоской. Черноморской, наверное, говорили, не таясь, ах, какие нужны нервы, чтобы иметь такую связь. Ах, какие нужны нервы, чтобы иметь такую связь. Белый парус, черном море, над зеленой водой, то ли счастье, то ли горе, мне с такою молодой. Черноморская русалка, даже губы солоны, с нею шатка, мне кивалка на волне и без волны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...